Всем привет! Вы на канале BataNIT и с вами Саня. В этом видео я пошагово расскажу, как обновить свою приставку на прошивку 7.55. Данный способ подходит для обновления абсолютно с любой прошивки. Например, вы можете обновиться с 5.05 сразу на 7.55. Но не буду тянуть, давайте приступим. Шаг 1. Носитель информации. Вам необходимо иметь флешку или жесткий диск, обязательно в файловой системе FAT32 или EXFAT. Если у вас другая файловая система, то вам нужно обязательно отформатировать ваш носитель в FAT32 или EXFAT, потому что другие файловые системы PS4 просто не видят. Также вам необходимо иметь 500 Мб свободного места. Шаг 2. Файл обновления. Официальный файл обновления 7.55 можно найти по ссылкам в описании. Оно подходит для обновления через меню консоли. Помните, если вы сменили жесткий диск или полностью переустанавливаете прошивку, вам нужна полная прошивка для recovery. Она весит около 1 Гб, поэтому тот файл, что находится в описании, вам не подойдет. Однако, как я сказал ранее, это касается только тех, кто переустанавливает прошивку. Если вы обновляетесь, как и я, то переходим к следующему шагу. Шаг 3. Правильный путь. На флешке создаете папку PS4. В ней создаете папку update и кидаете в нее файл ps4update.pub. Названия папок и заглавный шрифт должны быть такими, как на видео. Только так и никак иначе. Если файл обновления называется по-другому, то переименуйте его так как на видео. Шаг 4. Включение обновления. Если вы когда-либо отключили обновление нажатием на кнопку disable update, то перед обновлением надо собственно включить эти самые обновления. Логично, что для этого надо нажать на кнопку enable update. Когда preloader сработает, вам покажут табличку, что все получилось. Пропустите этот шаг, если вы впервые слышите про эти кнопки и никогда их не нажимали. Шаг 5. Отключение сети. Заходим в настройки сети и убираем галочку в этом пункте и проверяем, что интернет выключен. Если консоль подключена к интернету по кабелю, то можете его вынуть и эффект будет тот же. Шаг 6. Обновление системы. Если вам вдруг интересно, то у меня прошивка 7.50. Но как я сказал ранее, обновляться можно с любой прошивки. Даже с 5.05. Эх, прощай 7.50. Мы не можем быть вместе. Ты была лишь моим мимолетным увлечением. Находим пункт под названием обновление системного программного обеспечения. Заходим. Консолька немного подумает. И если вы все сделали правильно, то увидите надпись, что найдена новая версия ПО. В моем случае это 7.55. Сто раз подумайте, прежде чем обновляться, потому что откат прошивки на момент съемки видео невозможет обновить. Кстати, на этом этапе нажатием кружочка еще можно отменить обновление. Имейте в виду, что если у вас вдруг выключит свет во время обновления, то консоль скорее всего превратится в кирпич. И еще, если в конце обновления консоль начинает вечно мигать синей полоской и не включается, то попробуйте выключить ее, удерживая кнопку включения более 10 секунд. После этого войдите в recovery меню и там выберите первый пункт. Должно помочь. Подробнее об этом я рассказывал в этом видео по подсказке сверху. А тем временем консоль уже обновилась. Слева нам сообщают, что установка завершена. Зайдем в настройки и убедимся, что это действительно так. И да, обновление прошло успешно. Теперь ждите контент про эту версию прошивки. Собственно, вот так просто обновляется PS4 на новую прошивку. Хочу отметить, что данный способ полностью официальный. Если у вас остались какие-либо вопросы, то можете посмотреть вот это видео по подсказке сверху. Там я намного подробнее рассказал про обновление системы. На этом мое видео подходит к концу. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Если есть желание поддержать канал донатом, то все ссылки вы найдете в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.